Еще в начале 90-х годов российские танкостроители приступили к проектированию боевой машины, равных которой в истории танкостроения еще не было. Уникальный танк «Прорыва» проектировался с одной целью — расправиться с целой танковой ротой вероятного противника, в каких бы условиях не пришлось воевать. В 2015 году на военном параде в Москве, посвященном 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, широкой публике была представлена новейшая российская разработка — танк Т-14 «Армата», которая, как планировалось, должна была кардинальным образом повлиять на оснащенность сухопутных армий России и определить концепцию их применения на ближайшие десятилетия. Этот танк, позиционирующийся как танк четвертого поколения, вызвал большой интерес как у нас в стране, так и во всем мире. Спустя три года некоторые СМИ называют его не иначе, как «вершиной инженерного искусства» и «пятой симфонией российского танкостроения». Быть может, потому, что этот танк является полностью российской разработкой. А возможно и потому, что главным новшеством машины стала уникальная бронекапсула, размещенная в передней части корпуса и отдаленной от автомата заряжания, боеукладки и моторно-трансмиссионного отделения. Уникальное решение, благодаря которому баланс сил в танковых сражениях изменился навсегда. Итак, давайте подробнее о Т-14. На рубеже 2000-х годов в России разрабатывалось два проекта перспективного основного боевого танка, которые должны были стать заменой Т-90. Один из них, Объект 460 или Черный Орел, имел удлиненную модифицированную ходовую от танка Т-80У, в которой к шести каткам был добавлен еще один, а также зауженную башню новой конструкции, вооруженной уже зарекомендовавшей себя стандартной гладкоствольной 125-мм пушкой. Предполагалось, что масса танка будет порядка 48 тонн, а оснащаться он будет 1500-сильным газотурбинным двигателем, что давало бы ему удельную мощность более 30 л.с. на тонну и делало одним из самых динамичных танков в мире. Второй объект, Объект 195 или Т-95, в котором также на семикатковое шасси устанавливалась безэкипажная башня, вооруженная грозным 152-мм гладкоствольным орудием. Экипаж танка, всего из двух человек, размещался в изолированной бронекапсуле в передней части корпуса. Вес танка был немаленьким, около 55 тонн, и его предполагалось оснастить дизельным двигателем мощностью 1650 л.с., что также давало бы ему неплохие динамические характеристики. Предполагалось, что кинетическая энергия снаряда, выпущенного из 152-мм гладкоствольного орудия Объекта 195, так велика, что в случае попадания в башню танка противника попросту ее отрывало. Но в 2009-10-х годах оба проекта пришлось свернуть по нескольким причинам. Во-первых, разработка обоих танков велась не слишком активно, и за время проектирования и испытаний, а это порядка 15-20 лет, они просто морально устарели. Во-вторых, переход на использование таких супертанков, как Т-95, достаточно дорогих и ресурсоемких в производстве, это был бы в какой-то мере переход на немецкий путь развития танкостроения времен Второй мировой войны, то есть абсолютно не оправдавший себя путь королевских тигров и маусов. Нам же нужен был танк универсальный, массовый, с лучшим соотношением цены и качества, как знаменитая наша Т-34. Ну и в-третьих, оба этих танка не совсем соответствовали концепции ситицентрической войны. Что такое ситицентрическая война? Это современная военная доктрина, ориентированная на увеличение боевой эффективности различных военных соединений, участвующих в вооруженных конфликтах или современных войнах за счет объединения всех боевых и вспомогательных единиц в единую информационную сеть и, как следствие, достижения инфокоммуникационного превосходства над противником. То есть получается, что за счет объединения и практически мгновенной коммуникации средств управления, разведывательных средств, а также средств уничтожения и подавления, достигается более ускоренное управление силами и средствами, повышение эффективности поражения сил противника и живучести своих собственных войск, а каждый участник боевых действий получает полную и своевременную информацию о реальной боевой обстановке. Танковые соединения также должны быть адаптированы к современным реалиям ситецентрической войны. Для этого сами танки должны иметь возможность подключаться к единой информационной сети и уметь практически мгновенно передавать в нее информацию, получаемую танком извне за счет своих собственных обзорных модулей. По сути, это практически одно из требований к танкам нового четвертого поколения. Как вы считаете, могли ли танки начала двухтысячных быть эффективными участниками ситецентрической войны? Почему? Оставляйте свои комментарии под видео. Понятное дело, что новое поколение танков должно отличаться более прочной броней, более совершенной защитой и более грозным вооружением. Кроме того, они должны быть максимально приспособлены к ситецентрической войне, а также по возможности соответствовать еще ряду требований. Иметь необитаемую башню и автомат заряжания. Экипаж должен быть изолирован в бронекапсуле. И танк должен быть частично роботизирован. Примерно с таким списком требований подошли к разработке нового танка и наши конструкторы. Когда в 2010 году после свертывания проектов Объект-195 и Объект-640 они получили задание в максимально сжатые сроки спроектировать танк нового поколения. И стоит заметить, что оба закрытых проекта в немалой мере помогли нашим конструкторам достаточно быстро справиться с поставленной задачей. Таким образом, Уралвагонзаводом был спроектирован и реализован новейший российский танк четвертого поколения на универсальной боевой тяжелой гусеничной платформе Армата — танк Т-14. Рассмотрим его подробнее. Радиолокационный комплекс. Т-14 — первый танк в мире, на котором используется радиолокационный радар на активной фазированной антенной решетке — Афар-радары. Радары такого же типа ставят на новые российские многоцелевые истребители пятого поколения Т-50. В отличие от радаров с пассивной решеткой, Афар-радары состоят из большого числа независимо регулируемых активных модулей, чем значительно повышается следящая способность и надежность, так как в случае выхода из строя одного из модулей радара мы получим лишь незначительное искажение картинки. В Армате используются четыре панели Афар-радаров, расположенные по периметру башни. Они защищены пуленепробиваемыми и противоосколочными экранами, но, тем не менее, легко могут быть заменены в полевых условиях. Если же в целях маскировки основной обзорный радар танка выключен, то на близкой дистанции его заменяют два радара сверхбыстрой реакции, которые также используются для срабатывания разрушающих элементов активной защиты против выпущенных по танку снарядов. Насколько эффективными в бою, на ваш взгляд, являются Афар-радары? Оставляйте свои комментарии под видео. Комплексы обнаружения целей в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне. На башне Т-14 на одной оси с пулеметной установкой установлен панорамный прицел, служащий для определения координат целей, полученных различными обзорными модулями. При этом вращается он на 360 градусов, независимо от пулемета. Панорамный прицел включает в себя камеру в видимом диапазоне, камеру в инфракрасном диапазоне и лазерный дальномер. При захвате каждой новой цели радаром панорамный прицел автоматически поворачивается в ее сторону для определения точных ее координат. Полученная информация выводится на мониторы экипажа танка в виде тактической карты с координатами зафиксированных целей. Причем в случае надобности можно нажатием пальца по изображению на сенсорном экране уточнить координаты той или иной цели. Помимо панорамного прицела, танк Т-14 оборудован шестью автономными камерами высокой четкости, которые позволяют экипажу следить за обстановкой вокруг танка по всему периметру. Эти камеры позволяют танкистам оценивать обстановку при выключенном радаре и в условиях ведения противником радиоэлектронной борьбы, а также фиксируют лазерные указки, направленные на танк. Кроме того, эти HD-камеры могут видеть сквозь дымовую завесу в инфракрасном спектре, давая значительное преимущество армате, использующей данный вид маскировки. Комплекс активной защиты «Афганит». И радиолокационный комплекс из четырех афар-радаров и двух высокоскоростных радаров, и инфракрасные HD-камеры входят в состав комплекса активной защиты танка, которые служат не только для разведки целей, но и для своевременного обнаружения угроз для танка и их ликвидации. Вот какими особенностями обладает устанавливаемый на армату комплекс активной защиты «Афганит». При выявлении подлетающего в сторону танка вражеского снаряда «Афганит» автоматически поворачивает башню танка в сторону этого снаряда, чтобы с одной стороны встретить его более мощной броней, а с другой стороны, чтобы быть готовым нанести встречный удар по объекту, выпустившему этот снаряд. При выявлении подлетающих к танку снарядов «Афганит» автоматически управляет пулеметной установкой для их уничтожения. В случае необходимости повышенной маскировки «Афганит» может действовать в пассивном режиме с выключенным радаром, ориентируясь на данные HD-камер. «Афганит» безопасен для своей пехоты, находящейся вблизи танка, так как для противодействия ракетам противника использует в большей степени средства радиоэлектронной борьбы и дымометаллический завес. Кроме того, по последним данным, «Афганит» успешно противостоит современным бронебойным снарядам с сердечниками. Комплекс динамической защиты «Малахит» На танке Т-14 установлен также и комплекс динамической защиты «Малахит». Вот какими особенностями он обладает. «Малахит» успешно противостоит не только различным кумулятивным снарядам, но и способен разрушать новейшие натовские подкалиберные снаряды, которые были специально сконструированы для провивания таких предшествующих «Малахиту» динамических защит, как «Реликт» и «Контакт-5». «Малахит» значительно лучше противостоит самым передовым противотанковым ракетным комплексам. И за счет снижения количества взрывчатого вещества в динамической защите «Малахит» практически исключен вариант поражения собственной пехоты и повреждения обзорных приборов танка. Вооружение танка Т-14. Система управления огнем танка Т-14 связана с комплексом активной защитой «Афганит» и его радиооптическими модулями. С их помощью производится наведение вооружения танка на обнаруженные цели. Кроме того, при прицеливании используются данные, поступающие со следующих датчиков. Гироскопические датчики угловой ориентации танка в пространстве, датчик температуры и влажности воздуха, датчик направления и скорости ветра и датчик изгиба ствола от нагрева. Свои же собственные координаты танк получает с помощью спутниковой системы «ГЛОНАСС». Как мы уже говорили выше, танк Т-14 может оснащаться как стандартным 125-мм орудием, так и 152-мм пушкой. В стандартной комплектации на «Армату» ставят уже зарекомендовавшие себя 125-мм гладкоствольные орудия 2А821С, которое обладает на 17% более высокой дульной энергии и на 20% большей точностью, чем лучшие образцы западных устанавливаемых на танки орудий. Также следует отметить, что дальность поражения из этого орудия составляет около 7 км, что превышает показатели зарубежных танковых орудий, в большей части которых дальность поражения не превышает 5 км. Это опять же дает «Армате» значительное преимущество – именно нашему танку будет принадлежать право длинной руки, то есть он сможет расстреливать танки противника, даже не сближаясь с ними на их дальность поражения. Кроме того, орудие 2А82 имеет возможность стрелять боеприпасами до 1 метра длиной, например, такими как подкалиберные бронебойные снаряды повышенного могущества «Вакуум-1». На Т-14 устанавливается автомат заряжания на 32 снаряда, за счет чего достигается скорострельность в 10-12 выстрелов в минуту. На некоторую часть танка формата собираются ставить 152-мм орудия 2А83, у которых бронебойность подкалиберных снарядов больше 1000 мм, а их скорость составляет 2000 мс, что не оставляет никаких шансов всем известным современным танкам. Кроме того, как утверждают руководители корпорации «Уралвагонзавод», кинетическая энергия снаряда 152-мм орудия такова, что чаще будет просто отрывать башню поражаемого вражеского танка. Оба орудия позволяют использовать свой ствол для запуска управляемых ракет. Предполагается, что для 152-мм орудия могут использоваться ракеты с бронебойностью до 1500 мм и дальностью действия до 10000 м, которые могут поражать как наземные, так и воздушные цели. Часть экспертов при этом указывают на возможность использования на вооруженных 152-мм орудиям танках Т-14 управляемых активно-реактивных снарядов с дальностью действия до 30 км, что превращает такую армату в танк огневой поддержки с использованием как против вражеской пехоты, так и против сильно защищенных объектов противника. А вы согласны с мнением экспертов? Оставляйте свои комментарии под видео. Из пулеметного вооружения на армату ставится крупнокалиберный 12,7-мм пулемет Корд, управляемый экипажем дистанционно и входящий в комплекс активной защиты «Афганит», а также 7,62-мм пулемет Калашникова, спаренный с танковым орудием. Причем для перезарядки Корда имеется специальная автоматизированная система, не требующая участие членов экипажа. Бронирование танка Т-14. Как мы указывали выше, одной из главных особенностей танка «Армата» является наличие специальной изолированной бронекапсулы, отделенной от остальной части танка бронированными перегородками и служащей для размещения в ней всего экипажа с компьютерами управления. Кроме того, бронекапсула защищает от оружия массового поражения и имеет систему кондиционирования и систему пожаротушения. Все это значительно повышает и живучесть экипажа, и живучесть самого танка. Заявляется, что максимальная длительность непрерывного пребывания экипажа в бронекапсуле составляет около трех суток. При производстве танка «Армата» используется новый вид бронестали с керамическими вставками, которая имеет повышенную бронестойкость. Это позволило при той же толщине брони добиться меньшей массы танка, а соответственно лучшей динамики. Тем не менее, ожидается, что в фронтальной проекции Т-14 имеет эквивалент брони более 1000 мм против подкалиберных снарядов и около 1300 против кумулятивных снарядов. Это делает танк устойчивым к попаданию в лоб любых современных боеприпасов и способным противостоять таким грозным противотанковым средствам, как американский тяжелый противотанковый ракетный комплекс ТАУ и американский переносной противотанковый ракетный комплекс «Джавелин». Башня Т-14. Устройство башни является засекреченной информацией, тем не менее, предполагается, что она состоит из внешнего противоосколочного кожуха, под которым скрывается основная броня башни. Противоосколочный кожух при этом выполняет несколько функций. Защита приборов танка от осколков, фугасных снарядов и пулевых пробитий. Снижение радиозаметности для противодействия ПТУР с радиолокационным наведением. И экранирование внешних электронных полей, что делает приборы башни устойчивым к разного рода магнитным импульсам. Стелс-технологии. Еще одной значительной особенностью Т-14 является использование различных стелс-технологий, которые кардинальным образом снижают заметность танка инфракрасным, радиолокационным и магнитным спектрах наблюдения. Вот какие стелс-средства применены в Армате. Уникальное галц-покрытие, способствующее отражению широкого диапазона волн и защищающего танк от перегрева на солнце. Плоские, отражающие грани корпуса, снижающие заметность танка в радиодиапазоне. Система смешивания выхлопных газов с окружающим воздухом, снижающие заметность танка в инфракрасном диапазоне. Теплоизоляция на внутренней стороне корпуса, также снижающая заметность Т-14 в ИК-диапазоне. Тепловые ловушки, искажающие сигнатуру в инфракрасном диапазоне. И искажение собственного магнитного поля, затрудняющее определение местонахождения танка для магнитометрического орудия. Все это вызывает значительные затруднения у противника при обнаружении арматы, при определении ее координат и вообще при идентификации его как танка. В комментариях под видео оцените эти стелс-средства Т-14. Двигатель. Танк Т-14 оснащается многотопливным 12-цилиндровым четырехтактным X-образным дизельным двигателем с турбонаддувом. Двигатель имеет переключающуюся мощность с 1200 до 1500 л.с., но на серийной технике предполагается установка двигателя с максимальной мощностью в 1800 л.с. Это обеспечит танку отличные динамические характеристики. Так, максимальная скорость по шоссе будет достигать 90 км в час. К тому же этот четырехтактный двигатель намного экономичнее старых двухтактных, за счет чего обеспечивается дальность хода без дозаправки в 500 км. Коробка на Т-14 автоматическая роботизированная с возможностью переключения на ручное управление. Также следует отметить, что выхлопные газы выводятся через трубы, проходящие через дополнительные топливные баки. Это обеспечивает их дополнительное охлаждение и в конечном итоге снижает заметность танка в инфракрасном диапазоне. Сами баки прикрыты бронелистами и противокумулятивными экранами, а от возгорания они защищены открытоячеистым наполнителем. Двигатель и трансмиссия объединены в отдельный модуль, что позволяет произвести замену вышедшего из строя силового блока менее чем за час. Активная подвеска. Если раньше на российских танках применялась шестикатковая ходовая, то у платформы «Армата» она семикатковая, что позволяет строить на ее базе технику с максимальной массой до 60 тонн. Поэтому у танка Т-14 остается огромный потенциал для всякого рода модернизации. Используемая в танке Т-14 подвеска активная, то есть она способна под датчиком определять неровности под гусеницами и автоматически регулировать высоту катков. Эта особенность не только повышает скорость танка по пересеченной местности, но и значительно, примерно в полтора-два раза, повышает точность прицеливания в движении. Высокоточная стрельба во время быстрого перемещения по полю боя – это еще одно неоспоримое преимущество «Арматы» при возможно встрече с такими довольно вероятными противниками, как «Леопард-2» или «Абрамс», в которых до сих пор используется неуправляемая гидропневматическая подвеска, разработанная более 30 лет назад. Танковая информационно-управляющая система. На «Армату» устанавливается одна из лучших танковых информационно-управляющих систем, которая в режиме реального времени ведет контроль над всеми модулями танка и автоматически проверяет их на предмет неисправности. В случае же выявления каких-либо неполадок, ТИУС-система в голосовом режиме информирует об этом экипаж и дает рекомендации по их устранению. Серийное производство «Арматы» начато в 2016 году. Всего же к 2020 году планируется ввести в строй 2300 танков Т-14 «Армата». И в заключение. Как сами видите, внедрения во многом уникальных танков Т-14 должны значительно подтянуть обороноспособность нашей страны на случай большой войны, например, с НАТО. Вопрос только, какой она будет, эта большая война, и вообще можно ли будет из нее выйти победителем. На этом все. Активнее ставьте лайки и не забудьте рассказать о нас своим друзьям, если вы еще не сделали этого. Ведь впереди еще очень много интересного.